Всем привет! Я Дов. Сегодня у меня айфон 5s и одна из основных проблем этого айфона это голубой экран, который обычно появляется после того как не знающий человек меняет дисплейный модуль на нем. Тем самым он допускает ошибку, закручивает в короткие гильзы и длинные винты. Тем самым обрываются дорожки, которые проходят под гильзами и возникает проблема посерьезнее разбитого дисплейного модуля. Данная проблема восстанавливается намного дольше. Я все это дело делал восстанавливал в течение часа под микроскопом. Не в обычном режиме, а в четырехкратном увеличении обычной работаю при двукратном. Здесь пришлось немного увеличить. Давайте я по-быстрому скажу, что я сделал. Итак, гильза БС-1. БС-1 маркируется по схеме. Под ней проходит около шести дорожек. Вот четыре из них были оторваны. Я их установил паяльником с помощью припоя. Вот паяльник, естественно, жало паяльника пришлось заточить до иголки. Я не знаю, я думаю, что видно, да? Здесь вот все было восстановлено. Также здесь был оторван конденсатор. Вот этот вот С-435. Я его снял с донора, поставил сюда. Ну и, соответственно, главное, восстановил дорожки. Гильза, как видите, целая. Точнее, пятак гильзы. Саму гильзу я снял. Ну а здесь, здесь нету даже пятака. То есть человек, который менял дисплейный модуль с таким усердием, закрутил сюда длинный винт, что оторвал не только гильзу, но и вырвал сам пятак даже. Вот здесь были срезаны три дорожки. Вот я их восстановил, как видите, да? То же самое. Припоем под микроскопом. Вот. И кинул перемычку от гильзы. Точнее, от того места, куда была законточена гильза. Если посмотреть под микроскопом, то здесь можно увидеть широкую дорожку. И к ней отходил контакт от гильзы. Вот такая гильза. Вот. То есть от неё я кинул перемычку на начало четырёх конденсаторов, которые здесь стоят у нас. Вот это конденсатор 436. Вот этот первый. Ну и там далее по схеме 34, 38 и конденсатор 208. На начало каждого конденсатора кидаем перемычку и замыкаем. Тем самым мык на гильзу. Вот. Перемычка была необычная, с которой я работаю. Это обычные перемычки. Это 0,10 миллиметров. Вот эту перемычку я снимал с динамика. Она намного толще. В данной работе, в данной проблеме она намного удобнее. Вот. В общем-то и всё вкратце. что я сделал. Достегиваем шлейф. Прошился телефон с первого раза сразу. Всё заработало. За эту работу мы берём 50 евро. Я думаю, совершенно справедливо. телефон до меня был в нескольких сервисах центров, как мне рассказывал клиент. Я когда его открыл, не знаю, что делали. Где-то нагревали, где-то вшили. Мне рассказывали по несколько раз. Везде влазила ошибка. В результате таким способом решили проблему. И на самом деле очень много сейчас таких проблем. Начиная от пятого айфона. Я уже говорил, что шестёрку мне приносили. То же самое со свёрнутыми винтами и гильзами. То же самое всё восстанавливал. Вот. Как-нибудь сниму видео. Так. Мугнул кухлом. Я не застегнул. Как видите, всё в порядке, всё работает. Надеюсь видео было полезным, подписывайтесь на наш канал. Вот, кстати, та самая гильза, которую оторвали до меня. Видите, да, ещё и проводок, который торчит вот с одной стороны, оторванно вместе с текстолитом, с верхним слоем текстолита, точнее, болталось, болталось вот на этом проводке, который торчит вам. Итак, друзья, всем удачи в работе, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.